на улице 12 ночи заправка и это что-то мне напоминает что такое было до а если есть вечер и заправка значит предвещающий конца и предвещающий а будущий контент значит будет очень годным и он очень понравится и интересным мы будем минимально затрагивать теперь его мы будем максимально затрагивать красоты дагестана вам придется смотреть на сайбериан велос потому что мы на брендированном автомобиле тут уже он был сделать ничего не сможем в общем мы погнали у нас уже так тюмень выехала им осталось немного дагестана не дружит еще не знает мы едем с команды у нас 15 человек до 15 человек едут с разных точек россии собираемся в одном месте с детьми мы с двумя обе там покажем а мы не носили доброе утро вы попали во влог вот там наш мелкий и старшой в общем у нас ребята едут от из саранского получается мы еще двое тюмень и екатеринбург мы все встречаемся 14 через сутки в махачкале часть ребят уже на пути мы одни из последних визе мы стандартно пока ночь показывать ничего будем ехать до утра а где будет что-то показать вам мы обязательно покажем мы наш путь будет проходить саранск пенза саратов волгоград элистов останавливаемся ночевать а потом уже остаток едем уже до махачкалы все поскакали для вас это мгновение а для нас это уже 5 утра пройдено 600 с чем-то километров и мы подъезжаем уже к волгограду и дали спандит на крайность опять дорога ночная только радует дорога ровную машин мало поэтому местами мы где-то и быстро проехали где-то местами не быстро вот видите у нас вот главный турист который не спал до двух утра теперь бутерброд потребовал сопровождал по комментировал папе на эту поездку но потом все-таки душа не выдержала и уснул в общем резюмируем а кто ездит со стороны нижнего саранска пензы саратова в сторону волгограда ехайте ночью фур нету дорога пустая я пошел встретимся наверное теперь уже волгограде когда будем заправляться а 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 Так, ну что, друзья, мы в сердце калмыкии, Алена, подожди, как сказала нам сегодня одна из партнеров, у нас Наташа Чеботарева родом отсюда, и листа дочь калмыцких степей, вот как ее называют. Мы въехали в Элисту, очень много такого вот именно этнического, сейчас заселяемся в гостиницу, и есть Золотой Войн, да, правильно? Ну, возможно, я не знаю, я все первый раз вижу, я пока на честь не изучал, поэтому я буду молчать. В общем, мы сейчас едем заселяться, а потом въедем в Золотой Храм Будды, самый крупный храм в Европе. Мы вам покажем. Да, и нам порекомендовали, опять же, партнеры, классный местный ресторан с именно такой калмыцкой кочевой кухней. О, даже дети уже вау говорят. Я сейчас начну снимать. Зачем же, очень полицейский. В общем, ну, сама Элиста такой, да, средний город, пятиэтажечки, в принципе, базово. Именно вот эта вот колоритность, это буддистские моменты. Ну, еще что интересное будет, я включусь. А так, пятерочки, Сбербанки и прочие трепетинки. Все это есть. И боги. И боги. И главное боги есть. Через букинг был снят номер, гостевой дом Тюльпан. Вот это люкс. Три тысячи рублей за сутки. Ну, хури. Диванчик. Диванчик, кстати, путевый. Юрьевич лежит в лёжку. Сейчас пойдет себя в порядок приводить и в пагоду. Я вот, конечно, ввёз. Ввёз и в пагоду. Вот одна кроватка. Это приложение к кроватке. Погладила вещи. Утюг рекомендую в такие места брать свой. В противном случае ничего не сможете сделать. Шкафчик. Телевизор. Ален, ты никуда пока не хочешь. Нет вообще большого шкафа под вещи. Мусорного ведерка нет. Это не под вещи. Я в лиховку не уведу. Вот так, кстати. Вот, в общем, вот такой номер за три тысячи. Ну, пойдет. У нас ребята оказались тоже ночевали здесь. Они уже уехали. Мы чуть с опозданием идём. Да, сейчас сказать, мы выехали на сутки позже. Сейчас покажу вид во дворик. Кстати, и листа, как мне, по крайней мере, показалось сейчас. Очень-очень много таких частного сектора. Посмотрим. 20 минут нам здесь ходьбы до центрального парка и пагоды. Ну, вы пойдете с нами. Территория гостиницы. Надюшка у машины что-то достает. А-а-а, это моя чечья. В общем, сейчас я вам покажу то, что... О, Тайк, нашёл. Что-то нашёл. Лёвкина свечёска. Уже? Да. Да. У нас ребёнок после утренника постригся. Глази, сейчас я сейчас. Ты снимаешь, да? Да, я снимаю. Блин, жалко. Вот это, суток. Я если не увидите, я потом это вставлю. У нас сейчас вот ребёнок на эту тётеньку похож. Ну, я вставлю себе. К себе, к себе, к себе. Ой. Ну, надо её пилотец лопать сейчас. Ну, зелёный. Наш снежинка. Так, здесь типа внутреннего дворика. Ребёнка не отпустишь, может навернуться. Особенно наш. Вот то, что здесь нам видно. Кстати, очень тепло, довольно-таки даже душно. Охота спать, если честно. Но посмотреть храм Будда, охота ещё сильнее. И завтра в 6 утра мы, даже не в 6, а в 4, по-моему, с кого мы стартуем. Вот они в Зибе. Степь. Степь достит кругу. Ладно, пойдём вам город показывать. Там пойдём интереснее. Так, мы выдвинулись. Решили пойти пешком. Доча, мы и дети. Кстати, по-моему, особо детей-то во влогах никогда и не было, да, Дим? Они первый раз. А, нет, в этом не были. Потому что мы всегда снимаем себя только. Но мы снимались, когда дикарём отдыхали. Да, да, в прошлом году. Да, да, в Евпаторе. Ай, мы решили пойти пешком. Куда идём, сами не знаем. Прямо до пятёрочки и направо. Дима сказал, прямо до пятёрочки, потом направо. Потом какой-то должен быть парк, а потом самый большой храм. Ой, тричь. Супер навес, когда я их пилит, видим. Супер навес. Ребенки. Тут, боже, самолёт. Ну, кстати, такое там, как бы так сказать. Очень частный сектор. Очень частный сектор. И разница между, например, совсем такими маленькими домами и такими полуосудняками прямо внутри одной улицы. Знаешь, я тебе скажу, у меня вот прям очень такие родные чувства, что я в Крыму сейчас нахожусь. Дим, вытащи, пожалуйста, её руку из моё кармана. Такие же растения, вот эти степные. Ну да, здесь шелковица есть. Но мне не дали дерево обгрызть. Ален, что тебе жарко-то? На улице 23 градуса. Это зависит. Это же животное, пошли. У тебя же хейтеры, закусающие-то ребёнка животным назвал. Я пить хочу. Началось. Началось. Он, наверное, успел из машины выйти. Пить, есть, спать. У вас так же с детьми происходят поездки? А как? Так что, на самом деле, мы прошли совсем чуть-чуть, минут 5-7, и оказались практически в центре города, в такой вот цивилизации красивой. Пойдём здесь сейчас всё смотреть, искать по году. Я очень хочу кофе. Просто в беках хочу. А тут ещё один голодный ребёнок, да? А чё там продаёмся? Дима с Надей. Кстати, это старшая, которую вы очень редко видите. Вау, а где цирк? Так, ну всё, мы и дошли до красоты, сейчас будем показывать. Это китайские ворота. Китайские. Да, дочу говорит, что это китайские ворота. Вот, кружочек. Тут чёрный, тут белый, просто заменили на красный. И мы идём кушать, и потом будем кушать. Кстати, очень много растений, про которые я вообще ничего не знаю. Например, вот такая вот цветущая штучка. Кто в курсе, что это? Покатайте на велосипедах. Очень красиво. Кстати, всё очень красиво в таких цветочках, клумбочках. Но это самый-самый центр. Здесь много прогулочных зон. Много символики. Много символики. Много символики. Диме нужно фотографировать. Надя фотографирует для сториз. Алена, ну и что она хочет? Сладкого. Это называется «Я голодная, хочу сладкого». В общем, трошак. Честно. Подходим еще к одной красоте. Фонтанчик. Кстати, очень душно. На улице 22-23 градуса. А вообще ощущения у меня как будто все 30. Элиста довольно-таки молодой город. Конец, получается, 19 века построенный. Но мне нравится. Такое комфортное ощущение внутри города. Пагода 7 дней. Подошли. Режим работы. Аленка ушла в фонтан. Вот сама пагода. И барабан. Который крутишь. Загадываешь желание. Либо делишься своими мыслями то, что ты хочешь сделать. Но у буддистов, насколько я изучала информацию, это своеобразный такой вид моления. Как я говорила, куча просто рос. Который крутишь. Так, все, я пошла в пагоду. Что ты делаешь? Дима с Аленой крутит пагоду. Я крутила одна, один круг и считается, что когда с чистыми помыслами и светлой головой крутишь один круг, то ты прочитаешь все тысячи матр, которые здесь заложены. Мы от пагоды идем в сторону храма Будды, семейство. Малая у нас себе уже прикупила зонтик от солнца, звезда. Китайский. Китайский зонтик от солнца, китайский. Китайский из Германии? А так бывает, дочь? Бывает. Так, дошли до очередной красоты. Мама, где это по мосту? Мама, где это по мосту? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дальше 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 Крутой калмык с печенью, у меня такое ощущение, что там как будто бы баранина, потому что вот Дима попробовал, говорит нет, а мне как-то вот кажется, как будто в мясе баранок добавили, я баранок есть не умею. Вот, а мы заказали сет, одиночный сет, да? Один сет. Один сет. Там, короче, ягненок, просенок, свиненок, еще кто-то. Вот, у нас шашлычки, у малыша на агентстве. У меня сосухая съела и картошка фрис. Молодец, ты сюда ешь? Вот, а мы сейчас все будем употреблять. Снова успел вам показать, а то мы обычно любим вам конечный результат рассказать. Да, пусть ты тарелку показать, а сегодня мы все с людьми заглатываю, все, есть, пошло. Вы не представляете, как это было много еды. Я давно так не нажрался, я как лоб, я как комар, наевшийся кровью. У меня последний кусочек мяса прямо можно было, как это, как толкушкой закидывал в себя. Нет, это не от жадности, просто я очень сильно голоден, и я очень получил гастрономический оргаз. Да, очень вкусно, прямо очень сбалансировано, шашлычок прямо то, что надо. Я давно такое не ел. Последний был у нас, по-моему, вкусный визитиво. Нет? Вы сразу платили? Да, можно. Алло, 10 лет. Ну и, подводя итог, Татьяна, по-моему, нам выскажите свое мнение. Похоже, да. Официант шикарный, оставила чаевые, я не всегда чаевые оставляю. За всю кучу еды отдали 3 тысячи, с учетом твоего пива. Знаешь, скажем, вот там недорогой, там 140 рублей. 945 рублей. Вот за всю кучу еды отдали 3 тысячи. Очень демократичный. Да. Обычно у нас в нижнем на двоих, допустим, когда мы ездим снимать, да, обзоры, у нас на двоих обед в районе 2 тысячи ходят. А здесь на четверых. Поэтому, соответственно, заявляю, тут цены в листе демократичные, как и по еде, так и по алкоголю. Хотя алкоголь, он по ассортименту в этом заведении очень скуден, но копить можно. Только, только легкие алкогольные напитки. В водочке такого я что-то в алкогольной карте не заметил. Только легкие алкогольные напитки. Все, мы сейчас ждем такси. Едем в номер. Сейчас, подожди, перевернем. За килограмм вашего мяса 1320. За килограмм нашего мяса 1320. Это что там, соусов, овощей еще? Нельзя наушнику. Какого-то?